В третьем веке в Карфагене жил знатный язычник, блестящий оратор, адвокат, преподаватель красноречия. Как и все язычники, он был также греховен, любил устраивать роскошные пиры, но никакие развлечения, никакие увеселения не могли в нем заглушить жажды истины. Заинтересовавшись христианством, Киприан познакомился с карфагенским священником Цицилием, и эта встреча перевернула всю его жизнь, когда познал он веру Христову и принял святое крещение. Буквально через два года он уже единодушно был выбран народом епископом Карфагена. Святитель Киприан ревностно принялся за церковное благоустройство и искоренение пороков среди клириков и паствы, и ему это легко удавалось, ведь его святая жизнь у многих вызывала желание подражать его благочестию, мудрости, милосердию. Но вскоре пришлось епископу удалиться из карфагена, скрыться от гонителей христиан в тайном месте, так как жизнь его была нужна пастве для укрепления веры и мужества среди гонимых. В ту страшную пору некоторые христиане и даже священнослужители под страхом смерти приносили жертву и идолам. И святитель Киприан был справедливым судьей по отношению к отпавшим от веры, утешая их надеждой на прощение и единение с церковью при условии сердечного покаяния. А когда разразился в Карфагене страшный мор, святитель Киприан словно ангел укрыл больных и умирающих крылом своей отеческой заботы, утешения, помощи. Причем не разделяя, христианин пред ним или язычник. Через несколько лет, когда вновь вспыхнули гонения на христиан, епископ Киприан был сослан в заточение. В изгнании он написал множество трудов и писем, а затем, желая пострадать в своем родном городе, сам вернулся в Карфаген и в совершеннейшем спокойствии, исповедав себя истинным христианином, был приговорен к усечению мечом. Принял мученическую смерть святой Киприан в 258 году, оставив после себя богатое наследие богословских трудов, принятых Святой Церковью как образцы православного вероисповедания. 13 сентября. День памяти священномученика Киприана, епископа Карфагенского.